Рану, нанесенную Родине, каждый из нас ощущает в глубине своего сердца, сказал великий писатель Виктор Гюгов. Подтверждение этому сейчас по всей России формируются добровольческие батальоны, куда идут люди, которые не могут остаться в стороне. Самое лучшее предназначение есть защищать свое отечество. Это уже фраза выдающегося российского поэта Гаврила Державина. Насколько сегодня эти слова отзываются в умах и сердцах молодых россиян, как к службе по контракту относится новое поколение и вырастет ли оно истинными патриотами. Это вечерний хэштег, продолжаем эфир. Очевидно, что одна из самых востребованных профессий в местах боевых действий доктор. Сейчас с нами на связи Михаил Жерихов, анестезиолог-реаниматолог, который вскоре отправится в зону спецоперации по контракту на полгода в качестве врача-добровольца. Михаил, приветствую вас. Прежде всего расскажите, почему вы решили отправиться в зону СВО, что вас подтолкнуло, доводилось ли вам уже работать в зоне боевых действий? Михаил? Ну, у меня два повода. Один из них патриотический, но я люблю родину, вообще, людей с ней. Это первый. А второй, я там был уже. Я там был, в свой отпуск добровольцем ездил, попал прямо на передовую. Светлодарский, получается, угольгорская ТЭС, может, слышали про нее как раз там. Войнушка шла за нее, и все это время я как раз там ходил. Лечили мы и гражданских, и военных. Поэтому я осознанно сейчас иду уже добровольцем. Мы вот как-то беседовали в этой студии с хирургом из Тобольска, который одним из первых отправился помогать на Донбасс. Он рассказывал, что самым тяжелым было видеть тяжелораненых детей. Вот насколько к этому вы готовы? Может быть, сталкивались с этим ваш первый приезд на Донбассе? Я готов. Это тоже один из моментов, по которым я оказался. Тяжелый момент. Гражданские, когда страдают, это там, и тяжелые. Потому что военные, как бы, они, ну, их профессия рисковать с собой. А гражданские вообще никто не должен поддержать. Скажите, а как к вашему решению отнеслась ваша семья? Вы какую-то дополнительную подготовку для отправки в зону СВО проходили? Или это, может, еще будете проходить? Ну, обучали, во-первых, давно, молодости обучали. Потом, сейчас мы там, как бы, находясь там тоже, проходили дополнительную подготовку. Там, потому что серьезно я там наработал. И сейчас у нас будет боевое слаживание. Батальон Тоболь. Тобол – это местный батальон, который тут формируют при поддержке администрации областной. А есть у вас кто-то из родных или знакомых на территории ЛДНР Украины? Что они рассказывают? Ну, родственников нету, а знакомых теперь много. Теперь много знакомых. И все, что они рассказывают, ну, я могу подтверждать. Там побываю. Потому что, ну, серьезно, там фашисты уничтожают русские. Спасибо, с нами беседовал Михаил Жерихов, анестезиолог и аниматолог, который отправится в зону проявления СВО в составе батальона Тобол. Игорь, сейчас очень много попыток переписать историю. Просто тонны фейков вокруг. Как нам вот уберечь от этого молодого поколения? Но вместе с тем рассказываем про истинные ценности все-таки воспитать патриотизм, а не национализм. Ну, вот смотрите, я считаю, что патриотизм нужно воспитывать не на образе врага, как это делают, ну, все знаем, как бы наши оппоненты, да, когда убей того, он плохой и так далее. А патриотизм нужно воспитывать на любви к родине и вот этих всех светлых чувствах только на этом. С той стороны не должно быть врага ребенок и молодой человек патриот, он должен любить свою родину, но не ненавидеть чужую. Если только у нас включаются такие механизмы, как ненависть, агрессия, злость, есть возможность, что мы будем видеть у нас то же самое, что сейчас мы видим на экранах в недружественной нам стране. Поэтому только воспитывать на том, что на нашей истории, на наших подвигах, на нашем спорте, на наших достижениях, то есть используя вот эти все механизмы, воспитывать патриотов. То есть от положительного, не от негативного. Естественно, только так. Максим, скажите, насколько вообще допризывная подготовка помогает воспитать, опять же так, патриотов? Насколько она формирует ребят желание защищать родину? Ну, однозначно, те, кто выбрали для себя прохождение добровольной допризывной подготовки, они же осознанно к этому подошли и потратили большое количество времени. И они понимают, для чего им, для чего они тратят свое время и силы, и они однозначно выбирают это, и они понимают. И они, когда идут, если в войска, то они на порядок более подготовлены, чем обычные призывники. Это 100%. Владимир, вот тоже очень много, понятно, с молодежью общаетесь. Сейчас у молодого поколения насколько меняется отношение к службе в армии, и насколько это становится почетно, престижно? Служба в армии, наверное, тут вопрос не в службе в армии, честно говоря, тут вопрос в защите Отечества. Если до этого были вопросы, то зачем служить в армии? Многие общаемся, мы тут просто ходим, это много из-за непонимания, для чего существует армия, то есть нас отправят в стройбат или еще куда-нибудь. А сейчас, мне кажется, более престижно становится в том плане, что есть понимание, чем ты будешь заниматься, что ты будешь защищать Родину, что ты будешь помогать своему Отечеству. Геннадий Александрович, вопрос к вам. А вообще много обсуждается этот вопрос. Должна ли быть армия только контрактной? Или такая схема не сработает? Ваше мнение? И мы сейчас все тут поспорим. Мы все поспорим, если позволите. Что такое профессиональная армия? И почему контрактник равно профессионал? Почему мы не можем сказать, что срочник, это тоже равно профессионал? Потому что человек идет даже на срочную службу с определенным багажом знаний, идет с определенным каким-то жизненным опытом, занимался, к примеру, военно-спортивной секцией, он может быть профессионалом. Поэтому я бы не ставил вопрос об отмене срочной службы вообще как вида, а я ставлю только контрактников. А я бы ставил вопрос о том, чтобы повысить боевую подготовку срочников, для того, чтобы они стали тоже профессионалами. И вот тогда у ребятам будет интересно, да, и есть такие как бы, ну, по крайней мере, наши выпускники, которые приходят со срочной службы, мы с ними встречаемся, общаемся, ну что, парни, как? Интересно, год пролетел, там, танки, пехота, там, все, стрельба, боевые учения. Все, эти ребята стали профессионалами, не подписав контракт. Вот к этому, я считаю, нужно стремиться и делать так, чтобы даже срочники, они занимались тем же, чем контрактники, ну, в какой-то определенном процентном соотношении. Вот это, как раз я решаюсь к вопросу, зачем это все, ну, зачем мне идти в армию? То есть он будет понимать, зачем мне идти в армию? Меня там научат действительно важным навыкам. То есть это я полностью согласен с этой тематикой, потому что срочников нужно повышать профессионализм. Добавлю, с позиции отца, то есть детям, да и нам, в принципе, взрослым, страшно то, что мы не знаем. А вот в региональных центрах, таких как Аванпост, детям уже преподают основные базовые знания и навыки, то, что их ждет там. И страх этот, он просто-напросто уже, во многих случаях он исчезает. Детям уже понятно, и они, уже не страшно им туда идти. Ну, и, как уже сказал Георгий Владимирович, срочную службу, я согласен, не стоит убирать в дальний угол. Максим, вы сказали, что поспорим. Наверное, у вас значит немножко другое мнение. Ну, у меня вообще, да, как человека, который много-много, огромное количество людей отправил по призыву, я за то, что, может быть, если бы и осталась служба по призыву, но не отправлять туда, кто не хочет идти. Это прям создать условия для тех, кто хочет идти. Идите на срочную службу, отслужили, за это вам будут какие-то льготы или навыки. Если хотите дальше продолжать, выбирайте свой карьерный путь, профессиональный становитесь контрактником. Но те, которые катастрофически не хотят, то, ну, надо придумать, вот что с ними делать. Потому что заставить любить человека, ну, заставить любить Родину, невозможно заставить любить Родину. И то же самое, ну, какой из него солдат, когда ты его силой заставляешь. Поэтому здесь такая палка о двух концах, через которую здесь можно демагогию устраивать очень долго. Я могу вам примеры из жизни огромное количество привести. На самом деле, хорошо, когда есть сразу несколько мнений. Но, что совершенно точно, так это то, что специальные военные операции на Украине принимают участие только военнослужащие по контракту. Бойцы добровольческих подразделений также подписывают контракт. Правда, здесь есть свои нюансы. На связи с нами по-прежнему начальник пункта отбора на военную службу по контракту Тюменской области Иван Тикучев. Иван, поясните, пожалуйста, чем отличаются военнослужащие по контракту и добровольцы? Ну, прежде всего, мы говорим о том, что военнослужащий по контракту – это тот кандидат, который прошел все мероприятия отбора необходимые, которые будут убывать в определенные подразделениями Министерства обороны. То есть все социальные гарантии, все выплаты согласно нормативных документах ему будут положены. Что касается добровольцев, ну, это более старшие граждане. Вот в диапазоне от 50 до 60 лет основа, конечно, основной контингент – это добровольцы. То есть они на добровольных началах, там у них меньше, так скажем, документов, которые нужно собирать, меньше мероприятий, которые должны они проходить. Они, если у них, допустим, нет времени или возможности, они хотят сразу убывать, они могут быть добровольцем. Но, в общем и целом, конечно, мы сейчас ориентируемся на военнослужащих по контракту. А скажите, если военнослужащий по контракту не хочет отправляться именно в зону СВО, у него есть такая возможность? Конечно, у нас далеко не все части принимают участие в зоне специальной военной операции. У нас очень часто, практически еженедельно, есть такие люди, которые замотивированы, допустим, каким-то местом службы. Они служили где-то ранее, хотят продолжить службу там. И у нас много, на самом деле, частей, которые стационарного, так сказать, места расположения. Это ракетные войска стратегического назначения, это ВКС, это военно-морской флот. Поэтому, да, люди к нам обращаются. Если у них есть желание проходить именно в определенном месте службы, то, конечно, мы помогаем реализовываемых правом. Спасибо, это был начальник пункта отбора на военную службу по контракту Тюменской области Иван Текучев. Мужество и желание служить в стране идут от сердца, но важно, что поддерживается государством и материально. Давайте посмотрим, какие льготы положены участникам СВО и их семьям. Военнослужащим, участникам специальной военной операции, положено денежное довольствие от 220 тысяч рублей в месяц в зависимости от звания. Также им присваивается статус ветерана боевых действий со всеми полагающимися выплатыми льготами. Дети военнослужащих имеют право на приоритетное зачисление в дошкольные учреждения. А после окончания службы воину-контрактнику дается преимущество при поступлении в вузы, училища и колледжи. Эта льгота распространяется и на их детей. Кроме того, государством гарантировано первоочередное предоставление путевок на санаторно-курортное лечение. Случай ранения военнослужащего выплачивается до 3 миллионов рублей и 12 миллионов членам семьи, если контрактник погиб при исполнении военных обязанностей. Завершаем беседу. И вот такой последний вопрос. Понятно, что прогнозы – дело неблагодарное. Мы совершенно не можем представлять, какие стоят задачи, чем все закончится. Но вот для каждого из вас, что бы вы хотели видеть итогом спецоперации? Какой должна быть обстановка в России, на Украине, чтобы были задачи выполнены? Мир и деноцификацию. В принципе, это, мне кажется, все, что нужно и нам, и всем людям. То есть это изначально объявленные цели? Чтобы был мир, потому что любые военные действия – это все равно смерти. Но нужно понимать, что это вынужденная была спецоперация. Были задачи, и задача это выполнить. В первую очередь, это деноцификация территории Украины. Возможно, не знаю никаких целей, никаких внутренней информации я не обладаю, возможно, и в целом деноцификация по всему миру, как идеологии. Геннадий Александрович, ваше мнение, здесь только до победы и точка? Здесь вообще есть о чем, может, разговаривать с киневским режимом нынешним или здесь только военным методом? Я бы, наверное, ответил на этот вопрос словами нашего гениального соотечественника Александра Сергеевича Пушкина, поэта «Проведение не алгебра, ум человеческий не пророк, а угадчик. Он может видеть общий ход вещей и делать изоново соответствующие выводы, часто оправданные временем. Но не дано ему предугадать случая мощного, мгновенного орудия проведения. Время покажет. А деноцификация, деноцификация – это неотъемлемая часть всего нашего правого дела». Тут на этих прекрасных словах закончим. К сожалению, время программы уже подошло к концу. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сегодня напомнил, что замедление темпов наступления в ходе СВО было сознательным, чтобы минимизировать гражданские жертвы. Сражаясь параллельно на экономическом и информационном фронте, Россия уже восстанавливает мирную жизнь на Донбассе и собирается выполнить все цели спецоперации, сколько бы времени и сил это ни заняло. Это был «Вечерний хэштег». В студии работал Максим Яковлев. Все самые оперативные новости вы найдете в телеграм-канале «Тюменское время». До встречи в эфире.